И всем привет, ребят, с вами Мастер Байк и я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору наших устройств из цветения Сакуры, из нового ивента. И у нас осталось еще одно устройство, которое я не тестировал. Это устройство на Страйкер Гидру. Его я тестировал в последнее время только в рамках канала и видеороликов по мегадонату. Ну и пришло время посмотреть его на другом специальном аккаунте. Посмотрим, что у нас есть. Получится сделать с этим замечательным устройством. Играть мы будем сегодня с Крусейдером. Есть же у меня на Крусейдере интересные какие-нибудь устройства? Да, есть у меня, например, спасатель. Возьмем Крусейдера Страйкера с Гидрочкой. И по дрону мы возьмем сегодня вот такую вот комбину с защитником. И отправимся вместе с вами сегодня в Джаггернаут. Именно в Джаггере я бы хотел посмотреть, как будет работать данная комбинация. Говорят, это лютейшая имбища. Ну и посмотрим, так ли это на самом деле. И удастся ли нам сегодня на этой комбинации показать супер жесткий результат. Но если вам нравятся видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их. Да, на видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкой. Для этого настройка игры в аккаунточке стоит ему личный так-так-тимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и забывайте форму, которая есть в описании. Что касаемо Гидры, то это устройство, которое я уже на протяжении супер длительного периода времени хотел бы получить на свой основной аккаунт. И наконец-таки появился ивентик, с которого как раз-таки это устройство мы и получим 100%. Вопрос лишь только, занерфят ли это устройство в ближайшее время или нет. Очень сильно надеюсь, что орех его трогать не будет. И тогда уже с этим устройством можно будет показывать супер плотный контент и чек. Так, запикивает меня на, ну не совсем конечно крутую карту. Да, меня запикивает на карту, которая называется Берлин. Но нас по сути это вообще никак не смущает, потому что мы на Гидрочке будем наваливать сейчас супер плотненького контентика по любому противнику. Ну и плюс по как раз-таки вражескому Джаггерналту. Да, у нас есть вот эти вот самые замечательные сводочки. По 20 выстрелов на контентик. Это очень жестко, если честно. Против вот играет Арест тоже на как раз-таки защитники. С резистом еще дополнительным, но даже резист. Даже резист челика не спасает от Гидрочки защитникам. Потому что у меня просто космические цифры урона залетают с этим замечательным устройством. Так, дроповая ДДшка мне нужна. Мне нужна дроповая ДДшка. Ну и мы будем пробовать открываться в вражеского Джаггернау. Так, где Джаггер? Джаггер куда-то убежал. Куда-то он быстро делся. А, вон там за стенку справа встал. Так, ну что, три килла очень быстрых у нас есть. Карта, конечно, не из лучших, чтобы я как раз-таки гонялся за этими Джаггерами. Но будем пробовать, будем смотреть, будем попутно еще сливать вот таких вот ребяточек всяких вкусненьких, которые будут под нас открываться. Потому что все они сливаются очень быстро, даже вне зависимости от того, какой у них там дрон, на чем они там играют. Все это очень быстро улеталову делает. И даже там шафт с лечением своим особо сильно нам не помеха. Помеха, по сути, спасатель меня еще сейвит. Викинг вжимает свой дополнительный овердрайв, чтобы меня слить. Это просто жесть. Чел вжимает оверку, чтобы меня слить. Так, есть тут боец вот такой вот интересненький. Пробуем ему свадейлу вкусную дать. Отлично, он даже не успевает нас свести. Мы уже сливаем его. Открывается под нас еще здесь противнички. Пробуем давать свадейлу. Здесь уже все в мимочках от противников. Так, плюс проздачка оудишки. Пытаются ребята здесь как-то что-то компенсировать, что-то сделать. Боже, ну как же защитник жестко сейвит. Как же жестко защитник сейвит под эту комбинку. Боже ты мой. Джаггер играет под оудишку. И это может стать его ошибочкой. Да, отличный урон. Шикарнейший урон сразу на добавкинса сверху. Так, и у нас будет сейчас появляться овердрайв. Наверное, чтобы наши тиммейты как-то немножечко под агрессию поиграли. Под пушинг, под агрессию какую-то сделали. И тогда был бы шанс бы зареспить еще и этого Джаггера, который сейчас на своем Джаггернаутике тут пытается какую-то борьбу показывать. По двум противникам. Нормальная накидочка вкусненькая. Так, здесь оудишка под раздачку. Диктатор открывается под нас. Сводяночку по нему делаем. Так, и пробуем подзабрать. Отлично. Джаггер играет под агрессию. Это может стать его критической, фатальной ошибкой. Даже учитывая тот факт, что у него есть резист. Даем добавку сверху. Ну и... А, его там лечат тиммейты. Не лечат тиммейты. Дома уезжает этот противничек. Супер шикарно срабатывает комбинация. Пробуем добавлять свадейлу по аресу вражескому. Который с резистом, к слову, играет. Или этот без резиста? Или... Нет, этот без резиста. Так, он пытается запушить. Дает шарик под нашего Джаггера. Довольно большое количество противников пытается выпушить нашу базу. Ну и против такого выпушивания базы у нас как раз-таки есть комбинация, которая работает шикарно. Запушили нас мы сразу свадяночку. Бам, под контентичек. Еще добавочка сверху. Раскруточка по двоим. 13 килов на ход ножички. Боже, насколько мне все-таки сильно нравится это устройство. Насколько много урона оно наносит. И насколько сильно оно эффективно в рамках матчмейкинга. А если вы еще и берете кризиса, ой, вернее кризиса, защитничка со спасателем сверху, чтобы у вас еще дольше была жизнь, потому что урона вам и так хватает для уноса противника, то вы еще и супер долго живете. Так еще и под эту супер долгую жизнь вы еще и наносите колоссально огромнейшее количество дамага. И даже против противника с резистом вы спокойнейшим образом можете их респить с переводкой. И даже сверху. Боже, насколько это жестко. Насколько же это жестко. Насколько сильное все-таки это устройство. И насколько много оно может сделать в рамках нашего замечательного матчмейкинга. Именно поэтому я очень сильно хочу получить это устройство на свой аккаунт. И чек. 5 минут до конца боя. 16 килов у нас уже есть. При том, что я запикался в начатую катку. Начатую катку. Запомните этот момент. Так еще и начатая катка в режиме джаггера. Еще и большая карта. То есть тут еще и минусы есть. Но при этом даже с такими минусами это устройство все равно уже показывает супер результат. Я в шоке немножко. Но это круто. Это гидра и это лютые денюжки на контентик. Сводка по троим. Шикарнейшая сводянка. Не сливаем пока что ни одного противника. Сразу сверху на них оудишку. Даже не жалея этот овердрайв добавляю сверху на контент. И еще сверху урончик. 4.30 до конца. Нам бы джаггера бы открыть как-то. Потому что счет такой очень шаткий. Меня если честно он не устраивает. Нам надо как-то выпушить вражеского джаггернаута. И постараться еще и джаггера слить здесь. Ну либо мы можем сыграть на подсейв наших тиммейтов. Но надо ли подсейв нашим тиммейтам? Вот в чем вопрос. Сводка в падении. На добавочку. На контентик. На залетик под вражеского джаггера. Даем свадейлу. Спасаемся. И еще урончик заставляем джаггера прожимать овердрайв. Потому что иначе он бы просто-напросто летел бы на респаун. Сейчас гидра не живет. Вернее джаггер не живет против гидры. И гидра может спокойно уносить вражеских джаггернаутов. Так. Здесь идет выпушивание нашего джаггера. И как будто мы можем давать спокойную страховочку. Чтобы нашего джаггера так не пушили сильно. Так. Ну и сейчас играем от боковушки. Защитник меня должен по идее сейвить еще на один выстрел. Но я на всякий случай жму аптечку. Ну и вот. Джаггер против защитника. Мы его со спасателем. Как вам урончик? А как вам урончик? Джаггер улетает на респаун. Он. Вы понимаете, что эта комбинация по факту сильнее, чем джаггер. Да. То есть вот эта комбина, она сильнее, чем джаггернаут. Даже по хп. То есть спасатель меня дополнительно сейвит. Я юзаю, если что, дополнительную аптечку. И у меня 20 выстрелов со сводки. Да. То есть я по факту наношу больше урона, чем джаггернаут. Вот так вот просто. Бам. Бам. 20 выстрелов в ряд. Я должен был сейчас, кстати, слить джаггера. Чуть-чуть не добил. Чуть-чуть не добил. Где-то 15 тысяч урона сейчас ему в голову залетело. Просто пятнашка со сводки может до 20 тысяч урона залетать. По 20 тысяч урона. Это такой колоссальный урон, конечно. Бешеный просто. И здесь он работает как против джаггера, так и против любого другого противника. Работает этот джаггернаут. И это его главный, как говорится, плюс. Так, здесь я сводку не смогу дать. Попробуем открыть просто вот этого противника. Попробуем его зареспить. Попробуем его здесь забрать. Мне чуть-чуть не хватает урона. Против резиста с защитником мне чуть-чуть не хватает урона, чтобы его слить. Вы понимаете, да? То есть чел с резом, под шафтом еще с лечением. И мне чуть-чуть не хватает, чтобы его забрать. Короче, урона очень много дает это устройство. Надеюсь, за 2 минуты мы не сольем катку. А я попробую еще хотя бы одного джаггера слить. Сейчас просто буду въезжать в упор. Ой, джаггер еще и под меня открывается. Дружок. Дружочек. Большие проблемы у него. Так. У него есть овердрайв. Ну, как будто его эта оверка не спасет. Как будто он не успеет прожать этот овердрайв. Он хочет сыграть в меня в агрессию. Он хочет сыграть под меня. Он уверен? Он уверен, что он хочет сыграть под упор? Ну, давай. Блин. Ну, если бы сейчас б тиммейты чуть-чуть саппортинга ему не дали, как будто бы он мог улетать на респ. Овердрайв с него выбили. Где-то 20 тысяч урона я успел ему нанести. Так. Ну, и теперь надо просто добавить ему контента. Добавить ему контента. Играет нагло, играет агрессивно. Как будто мы можем это делать. Как будто мы можем давать вот так. Сводка, добавка сверху. И дома. И дома! А где он может быть? Конечно, он может быть только дома. Минута до конца. Мы уже ведем в плюс 3 джаггера. 3 джаггера я, грубо говоря, сам рубанул. Ну, и даже несмотря на то, что здесь по очкам не так все круто. Да, по наносу урона, по полезным действиям на карте. Эта гидрочка в рамках такого боя показывает суперрезультат. Просто суперрезультат. Да, то есть любая маленькая средняя карта. И я на этой гидре могу за катку уносить по 5-7 джаггеров. Просто спокойно. Просто максимально спокойно. Плюс учитывайте тот факт, что я запикался еще и в начатый бой. Да, это еще и начатая катка. Это здоровая карта. Да, то есть не суперподходящая, не суперудобная карта. И даже при всех этих минусах мы делаем такие шикарнейшие результаты. Выигрываем эту катку. Ну и показываем суперконтентовую прибыль. Эта комбина 100% сильнее, чем джаггер. Защитник, крусейдер, страйкер с гидрой. И плюс еще спасатель на корпус. И все. Вот все, что вам надо, чтобы бесшансово уносить противника. И это устройство можно получить просто с нового ивента Сакуры. Пишите, что вы думаете по поводу этой комбинации. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.